Всем привет! Сегодня готовлю куриную грудку с грильным сыром, ананасами и паприкой. Вот такие вот ингредиенты буду брать. Сыр у меня вот такой обыкновенный грильный сыр из магазина Lidl. Ананасы беру не сладкие в собственном соку. Одна паприка, немножко гевюрцы для курицы. Кому интересно, присоединяйтесь! Куриную грудку я разрезаю пополам, желательно острым ножом. Нужно постараться разрезать ее пополам, от толстого края к более тонкому. У нас должна получиться вот такая вот лепешечка. Эту лепешечку мы слегка отбиваем с двух сторон. Сильно отбивать не нужно, слегка. Отбили. Теперь мы ее будем перчить. Солить. Сальц. А где там? Фе-фа. Соль и перец. Делаем все на вкус. Приправа для курицы. Слегка разносим по всей поверхности мяса. Со второй стороной делаем то же самое. Чуть-чуть соль. Чуть-чуть перчик. И приправа для курицы. И все. Отправляем ее в чашку. Так поступаем со всеми куриными грудками. Итак, дорогие друзья, мое мясо заправлено. Все шесть грудинок я заправила. Давать постоять им совершенно не нужно. Но если у вас есть лишние полчасика времени, вы можете дать этому мясу настояться. Но мы не будем давать ему настояться. Теперь мы будем формировать наши рулетики. Формируем мы их так. Начинаем с тоненького кончика. Вам нужно тут смотреть, как вы разрезали свое мясо. И таким образом его заворачивать. Тут нужно немножечко покреативить. Для верности, чтобы оно у нас не развалилось. Где моя зубочистка? Мы его проколем зубочисткой. Просто немножечко закрепим зубочистками, чтобы оно у нас не разваливалось. Оно и так разваливаться не будет, но для верности мы его все-таки закрепим. Так, это распадается. Его надо как-то сюда пришпиговать. Вот так. И в таком вот виде мы можем отправлять их в противень. Ребята, если вы разрезали свое мясо не очень удачно, как я вот, например, вот этот кусочек, он у меня такой несуразный, треугольный получился, это вообще не беда, не проблема. Я вам покажу, как заворачиваю. Кладу кружочек, ломтик сыра, ломтик паприки. Рядышком кладу ананаску и все это заворачиваю. Вот и все. Это вообще не беда, если мясо разрезалось неудачно. Протыкаю зуботычками на всякий случай. Паприка у меня тут выглядывает, но это не страшно. Она не вывалится, мясо ей не позволит вывалиться. И отправляем в противень. Вот таким образом поступаем со всей грудкой. Завернула свои рулетики. Вот такие вот 6 ежиков у меня получились. Что делаю дальше? Дальше беру растительное масло. Я беру сезам эль. Это кунжутное масло. Чуть-чуть наливаю его на блюдце. Буду его смешивать с растительным. Не с растительным, как называется, подсолнечным. Чуть-чуть подсолнечного масла. Если брать одно кунжутное, оно слишком интенсивное на вкус. Чуть-чуть смешиваю. И вот этой вот смесью покрываю свои ежики, чтобы они хорошо покрылись маслом. Можно просто взять оливковое масло. Да любое масло, хоть какое. У меня есть кунжутное, я знаю, что это вкусно, поэтому я его мешаю, покрываю. А вы покройте тем, что у вас есть. Итак, все, смазала последний. Моя духовка уже разогрелась на 220 градусов. Я отправляю их в духовку на 30-35 минут 220 градусов. Ребята, мои рулетики испеклись. Я их только что вытащила. Покажу сейчас поближе. Они еще кое-где булькают. Еще должны подостыть. Они выделили сок. Этот сок сливать ни в коем случае не нужно. Я думаю, вам видно. Если дать им чуть-чуть постоять, они весь этот сок впитают в себя. Я уже приготовила тарелочку с салатом, куда я буду выкладывать. Но я им дам чуть-чуть постоять. Итак, дорогие друзья, вот такая вот красота у меня получилась. Хочу показать вам поближе. Прекрасно можно в таком виде подать на любой праздничный стол. У нас скоро праздник Пасхи. Прекрасно можно приготовить. Готовится очень быстро, без заморочек. Еще хочу вам один разрезать. Показать, как оно выглядит внутри. Вот так вот оно выглядит внутри. Сыр грильный. Он не расползается, не вытекает. Ананас делает этот рулет сочным. Паприка украшает. С ней тоже вкусно. Вот так вот оно выглядит. Прекрасно можно использовать, как альтернативу к бутербродам. Нарезать на шайбы, положить на бутерброд. Вот прекрасно можно использовать, как замену колбасы. Вот, пожалуйста. Прекрасно режется. Очень даже вкусно получается. Очень хорошо подходит для тех, кто считает калории, кто сидит на диете. Они получаются низкокалорийные, но тем не менее сытные. У меня на этом все, дорогие друзья. Огромное всем спасибо за просмотры, за ваше внимание, всем подписчикам, зрителям. Всем огромное спасибо. Я постараюсь работать так, чтобы вам захотелось на меня подписаться и захотелось поставить лайк. Спасибо вам, дорогие друзья. И до новых встреч. Оставайтесь живы-здоровы. До новых встреч.